Клап-клап, everybody dance to the music. Раз, два, три, кричим! Ба-а-а! В сквере возле информационного центра Балаковская АЭС уже по доброй традиции отметили День защиты детей. На площадке собрались ребята и их родители со всего микрорайона, потому что знают, на празднике эко-лето с Балаковской АЭС скучать точно не придётся. На этот раз заводные машинки-аниматоры устроили необычную дискотеку. Во время танцев приходилось проявлять ловкость, внимательность и иногда даже хитрость. А чуть поодаль для любителей спокойного отдыха проводили мастер-классы. Мне очень понравилось, потому что такого праздника, чтобы для всех детей все были, я ещё не видела. А Балаковская АЭС для нас очень многое делает. Я уже сделала слайм, порисовала, поиграла с аниматорами. Праздник отличный, самое главное актуален. Дети не дома портят вещи, а здесь занимаются профессиональным изготовлением своих модных вещей, слаймов, лизунов. Праздник хороший, побольше таких праздников в городе. Происходит классно, мне очень нравится этот праздник. Во многих конкурсах я участвовал, но потом выбыл. А я потанцевал. Тут очень весело, ведущие хорошие и ещё много всего интересного. На празднике весело, все развлекаются. Можно сделать то, что ты любишь, например, слайм. Во время праздника по традиции подводят итоги сразу нескольких конкурсов для детей. Проявить свои творческие способности ребята могли в разных направлениях – и в литературе, и в рисовании, и в фотографии. Первое, что хочу, это поблагодарить детишек за то, что принимают участие в этих конкурсах. Большое спасибо. Прекрасно понимаю, как это тяжело в напряжённой учёбе найти минутку, чтобы ещё и не только умственно, но и творчески развиваться. Поэтому хорошо, что вы так много работ присылаете, всегда приятно их посмотреть, оценить. И, конечно, наша святая обязанность – тех, кто отличился, кто работал над собой, подарить какой-нибудь запоминающийся подарок. Надо обязательно вкладываться в детей, без этого никак. Дать им возможность, чтобы они и культурно развивались, и творчески росли. Команде экспертов пришлось оценивать по несколько десятков работ в каждом конкурсе. Юные фотографы, оказавшись в объятиях природы, показали всю красоту родного края. Жюри отметило восемь лучших работ. Через рисунок юные художники рассказали об охране труда. Здесь было выделено 22 участника. В литературном конкурсе «Атомный пегасик» ребята писали рассказы, поэтические произведения и готовили иллюстрации, посвящённые предстоящему 75-летию победы в Великой Отечественной войне и юбилею образования атомной отрасли в России. Ну и, конечно, были отмечены лучшие ученики Балаковских школ, которые собрали портфель пятёрок. Я участвую в конкурсе объявленным «Росатомом». Я очень волновался, когда получил в третьей четверти две четвёрки по русскому и спецкурсом. Но в четверти четверти смог вытянуть их на пять. Я ещё тут участвую в конкурсе «Портфель пятёрок». В школе все пятёрки за годовую получить, там дают очень интересные подарки. В прошлом году, например, наушники, которые мне очень понравились, дарили. Праздник «Эколета» с Балаковской АЭС получился по-летнему ярким и весёлым. Впереди у школьников беззаботная пора каникул. И ребята планируют не только хорошо отдохнуть. Многие из них уже начинают готовиться к новым конкурсам и к новым победам.